истории, которые так или иначе связаны с новогодним декорированием жилья, какого-то, в общем, помещения, где вы будете встречать Новый год, для того, чтобы новогоднее настроение было с вами в течение всех этих праздников. Сегодня нам в этом поможет дизайнер Надежда Ведрова. Доброе утро. Доброе утро. Поговорим про дизайн квартиры. Вы, кстати, свою квартиру уже украсили к Новому году? Я ее, нет, не успела украсить, на самом деле. Супожник без рук. Да, просто я ничего, да, не успеваю. А вообще дизайнеры украшают свою квартиру? Мне кажется, дизайнеры, они вот на дядю всегда что-то там делают. Ну, да, очень много приходится работать, но тем не менее я стараюсь делать подарки, все, что связано, так скажем, своими руками, да, какие-то декоры, вот. Как сегодня о панно расскажу чуть позже. Ну, вообще, давайте поговорим, в принципе, про украшение жилища к Новому году. Что это может быть? Ну, допустим, можно начать с чего? Если у вас дом, можно декорировать фасад дома, значит... Как американская история вот такая. Да, да, да. Повешать, допустим, венок над дверью или там на саму дверь. Ну, вот прямо сейчас мы видим фотографии, да? Да. Если, допустим, касается этой интерьера квартиры, то можно внутри создать из плетеных венков, допустим, того же снеговика, использовать шишки. Зона камина, она вообще создает уют, и можно на этом фоне фотографироваться. На каминной полке можно расставить различные декоры, символы, допустим, Нового года. Симметрично расставляют крупные предметы обязательно на камине. Если у вас, ну, вот не настоящий камин, да, фальш-камин, можно будет внизу поставить свечи. Также можно декорировать окна, роспись окон, да, то есть, допустим, какие-то сладкие даже там имбирные пряники. Можно из них создавать какие-то композиции тематические, да, какие-то композиции по поводу, допустим, как здесь это заснеженный лес, вот, или там, можно город было бы, да, что-то такое создавать. Слушай, ну, это же такая красота, честное слово, но далеко не все из нас счастливые обладатели больших домов с уютными каминами. Давайте сейчас поговорим о тех, кто в этой жизни ведет себя скромнее. Живет вот в обыкновенных квартирах, в лучшем случае двухкомнатных. Ну, на самом деле, и в квартирах двухкомнатных, если есть фальш-камин, его тоже можно так же, да, декорировать. Окна у нас есть, зеркальные поверхности, также мы можем наносить на них рисунки с детьми, что объединит, и, ну, то есть, семьи, да, и внесет, как бы, свой интерес. Также можно там зеркала декорировать. Ну, такая прямо сейчас. Да, кстати, еще очень тоже актуально, вот, накидки на стулья, это могут снеговики быть, допустим, как здесь, колпак Санта-Клауса, то есть, ну, вот такие вещи, вот. Но вообще можно многое сделать своими руками, вот, как сегодня, допустим, я вам принесла вот это панно, да, в стулью. Ага, да, давайте посмотрим его. Смотрите. Это вы сделали, ну, с самого строителя, да? Вот, то есть, оно здесь, получается, у нас крепеж, то есть, его можно будет подвешить, что здесь использовано. Значит, здесь идет основа, да? Давайте я подержу, присаживайтесь, да. Основа, при том, может быть, совершенно любая. Здесь мы видим вообще кухонный фасад, все просто, то есть, я вообще люблю такие вещи, да. Ага, я думаю, что ж он тяжеленький такой, на рамках не похожа. Вот, то есть, берется, на самом деле, любая основа, вот, затем создается какая-то композиция, у каждого своя задумка, нужно придумать, что ты хочешь. Опять же, шишки, это все у нас под руками, новогодние игрушки, какие-то... Это елочка настоящая, я понимаю. Это елочка не настоящая, да, но на самом деле, да, если хочется создать, допустим, атмосферу праздника, можно как елочку, как ветки, допустим, из леса собрать, что-то такое. И добавить немного аромата сосновых шишек, вот эти вот, полить, и оно даже будет как бы пахнуть, вот эти, и создавать новогоднее настроение. А что касаемо вот здесь, чем это покрыто? Это покрыто, получается, и акриловыми частью красками, и красками из баллона, такие, как продаются в Леруа Мерлен, допустим. Вот, и крепится это все на клей пистолета, то есть, на самом деле, ничего не сложно. Леруа Мерлен забрать деньги за рекламу, скажите, если уж мы говорим, ну, это вот часть кухонного фасада, да, правила декора распространяться непосредственно на новогодний стол, то, что стоит у нас на столе. Надо ли задекорировать там оливье, так, чтобы его не найти? Конечно, можно, вообще, желательно в центре стола обязательно, чтобы стояла какая-то композиция. Вот где-то должна быть там композиция, допустим, мы берем тот же венок, кладем в центре стола, и уже, и в сам центр ставим либо какую-то вазу, либо аквариум, запускаем туда свечи, и это вообще, ну, создает очень такое праздничное настроение. Кто-то даже может туда поставить бутылку шампанского, ну, то есть, как бы это на самом деле... На фантазию же человек. Да, 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 но самое главное, что центр создавать, да, как бы ситуация. Да, это же романтика, чувство, совсем другое отношение, не какая-то бездуховная пьянка новогодняя, а вот уже с каким-то вот настроением все происходит. Ну да, с душой сейчас. Конечно, да. Я хотела спросить, вот у вас на создание вот этого апанона построить, на сколько времени ушло? Ну, на самом деле, ну, не так быстро, потому что пока на один слой прокрасишь, да, да, то есть то, что идет, да, окрашивание. А уже вот приклеить это все, это минут 15. То есть, если все хорошо просыхает, ну, там, плюс-минус день-два, и как бы сам декор, это вот он 15 минут, так скажем. Владимир, у меня вот такой практический вопрос. Я в этом вижу, кроме того, что это вот ярко выраженная такая новогодняя красота, на мой взгляд, это прекрасный подарок. Это можно и нужно дарить. И вот я хочу вам подарить его как раз-таки сегодня. Слушайте, я не с этой ценой. Я на самом деле пришла не случайно, потому что я хочу тоже поздравить вас с наступающим Новым годом, чтобы следующий год, новый, 2017-й, был еще лучше, чтобы вы добивались того, к чему стремитесь, чтобы были счастливы. И дарю вам это панно, надеюсь, что оно в стенах вашей телекомпании будет, в общем, украшать и заряжать. Надеюсь, спасибо вам большое. Надежда, мой компас земной, я вас люблю. Мы просто обожаем подарки. И с наступающим вас Новым годом. Всех благ, удачи и реализации ваших затей. Я вижу, у вас их очень много, и они, мне кажется, применимы к любым случаям. Спасибо.